Здравствуйте, мои дорогие! Не успел я записать последний ролик автора Стендаль, и вот сейчас я его хочу записать уже в домашних условиях, а не проходя на природе по дороге, расчесывая свои роскошные волосы, которые придется обрезать уже через каких-то полтора месяца, нет, через два с половиной. Ну что ж, приступим к прослушиванию книг автора Стендаль «Красные и черные». С увлечением издевались над несчастным графом Деталером. Это был единственный сын знаменитого еврея, прославившегося своим несметным богатством, которое он нажил, сужая деньги королям для войн с народами. Еврей только что умер, оставив своему сынку 100 тысяч экю месячной ренты, и имя, увы, пользовавшееся слишком громкой известностью. При таком исключительно своеобразном положении человеку требуется истинное простосердечие или большая твердость и воля. Граф на свою беду был просточком, но с массой всяких претензий, подсказанных ему льстецами. Господин Декилюс уверял, что ему подсказали возыметь желание просить руки мадемуазель де Ламоль, за которой ухаживал маркиз де Круазенуа, будущий обладатель герцогского титула и 100 тысяч ливров ренты. «Ах, не обвиняйте его в том, что он возымел желание», — сострадательно сказал Норберг. Несчастному графу де Талеру, пожалуй, впрямь всего больше не хватало способности желать. Силу этой черты своего характера он поистине заслуживал королевского трона. Он советовался со всеми на свете, но у него всегда недоставало мужества последовать до конца хотя бы одному из полученных советов. «Одной его физиономии достаточно, чтобы заставить меня хохотать до упаду», заявила мадемуазель де Ламоль. Это была пристранная смесь беспокойства и разочарования, сквозь которые временами внезапно прорывались потуги важности и властной решительности, подобающие самому богатому человеку во Франции, особенно если он не дурен собой, и ему еще не 36 лет. «Робкий, наглец!» — говорил про него господин де Круазенуа. Граф де Келюс Норбер и еще двое-трое молодых людей с усиками досото поиздевались над ним, чего он, разумеется, не понял, и, наконец, выпроводили его, когда пробило час. «Неужели это ваши знаменитые арабские лошади дожидаются вас у подъезда в такую погоду?» — сказал ему Норбер. «Нет, это другая упряжка, гораздо менее ценная», — отвечал господин де Талер. «Левая лошадь стоила мне пять тысяч франков, а правая всего лишь стулу и дорф. Но, уверяю вас, ее только ночью и запрягают. Дело в том, что у нее в точности такой же шаг, как у той». Замечание Норбера навело графа на мысль о том, что такому человеку, как он, вполне приличествует иметь страсть к лошадям, и что ему не следует держать их под дождем. Он ушел, а молодые люди вышли минуту спустя, не переставая насмехаться над ним. «Вот», — думал Жюльен, слушая, как они смеются на лестнице, «сегодня мне привелось увидеть человека, который по своему положению представляет собой полную противоположность мне. У меня нет и двадцати луидоров в год, а вот рядом со мной человек, доход которого составляет двадцать луидоров в час, и все потешаются над ним». Такое зрелище способна исцелить от зайства. И великосветская ханжа. Маломальские живая мысль кажутся дерзостью. Настолько привыкли здесь к избитым и плоским речам. Горе тому, кто блеснет своеобразием в разговоре. Фоблас. Прошло несколько месяцев испытаний. И вот каково было положение Жюльена, когда домоправитель принес ему его жалование за третью четверть года. Счастья вам, удачи, любви и успеха. Стреснемся в следующих роликах автора Стендаль. Это книг, которую я слушаю и люблю записывать. А еще нет, не какие-то впереди. Может, будет интересно. Продолжение следует... Продолжение следует...